Вы знаете, вчера был удивительный день и настолько я лично сама получила огромный заряд мотивации и огромное удовольствие от того, что на сцене происходило вчера. Я с удовольствием слушала великолепных лидеров, которые делились своими историями успеха. Я думаю, что вы тоже вчера не зря посидели на своих местах, правда? Вы знаете, всегда говорят, что в нашем предпринимательстве 90% мотивации и только 10% техники бизнеса, правда? Вы согласны? Мы приходим в этот бизнес на огромном энтузиазме, на мотивации. Мы приходим в этот бизнес для того, чтобы изменить свою жизнь, для того, чтобы достичь своей мечты. И мотивация, она должна быть каждый день с нами. Она происходит вот в таких залах. Мотивация происходит каждый день, когда мы слушаем диски. Мотивация происходит каждый день, когда мы проводим встречи ежедневные с нашими кандидатами. Но, если вы будете владеть еще и техникой, то тогда вы будете более компетентны, тогда вы будете более сильны, тогда вы будете более успешны, и тогда результат не заставит себя ждать, и немного техники не повредит, правда ведь? Да, потому что, когда я пришла в этот бизнес, вы знаете, я была очень мотивирована, но не всегда знаешь, каким образом и как правильно поступить, как правильно поступить со своим кандидатом, как назначить с ним какие-то дальнейшие действия, и если мы с вами будем этому сегодня учиться немножко, то это очень сильно поможет вам для достижения ваших завтрашних результатов. Наша сегодняшняя презентация будет называться «Основы старта». Она входит в блок техники построения бизнеса, и сегодня мы с вами будем говорить о том, как же мы будем стартовать в этом предпринимательстве, и почему это очень важно. Вы знаете, я на своем примере могу сказать, что для меня правильный старт значил очень многое здесь. Может быть, даже то, сегодня есть я в этом бизнесе или нет. Потому что, чем быстрее вы возьмете правильный старт, тем быстрее вы начнете движение по этому предпринимательству, тем быстрее вы начнете движение по этой сцене, тем быстрее вы начнете обучение себя как личности, развитие себя в этом предпринимательстве как личности. И я прекрасно помню, что когда я пришла в этот бизнес, я не знала, как он строится, и я думаю, что каждый, кого спонсировали и привезли сюда в этот зал, тоже еще не совсем понимает, а как же и что нужно делать дальше. И я хочу сказать, если ты сегодня спонсор, то тебе нужно научиться обязательно правильно отправлять людей в этот бизнес, владеть основами старта. Если ты сегодня партнер пока еще, и у тебя нет своих партнеров, ты не являешься спонсором, то ты сегодня пойми, что от твоего правильного старта в бизнесе будет зависеть твой завтрашний день, твой успех, твое время в этом предпринимательстве. Это очень важные вещи. Вы знаете, когда мы спонсируем людей, то, естественно, иногда забываем о своей цели. Для чего мы приводим человека в это предпринимательство? Да, мы, может быть, говорим ему о мечте, да, мы, может быть, говорим ему о том, что поменяется его жизнь, но мы 100% иногда не всегда улавливаем то, что правильно ли он завтра будет в этом бизнесе двигаться, и не закончится ли его бизнес завтра после подписания первого стартового набора. Вы знаете, что ведь подпись в первом стартовом наборе еще не значит успех. Это еще не значит успех. Это еще не значит, что вы будете здесь богатым, счастливым, измените свою жизнь, ведь вам только с этой подписью придется понять, что вы пришли в предпринимательство. И поэтому, если когда-то меня спонсировали в это предпринимательство, мне сразу же дали правильный старт. Мне сказали, что в этом предпринимательстве ты можешь быть в трех категориях. Тебе нужно выбрать одну из них. И первая категория, в которой ты можешь быть в этом предпринимательстве, ты можешь стать моим клиентом. Клиентом, который будет получать все время огромное, хорошее, как бы, обслуживание. Мы будем тебя любить, уважать. Мы будем доставлять тебе домой хорошие продукты. Мы будем рассказывать тебе о новинках. Мы будем дарить тебе иногда подарки. Мы будем тебя любить и будем очень-очень надеяться, что ты много-много лет будешь покупать у нас продукцию по 100% стоимости. И вот это было мне сразу сказано, как бы, первое, то, что я могу здесь, как я могу здесь участвовать. Второе, ты можешь быть независимым предпринимателем Amway с целью покупать продукцию и со скидкой. Если ты хочешь иметь скидку 30% от розничной стоимости, то тогда твоя задача подключиться на первый, второй стартовый набор. Нужно будет приобрести каталоги или мне даже обещали их подарить. Я не знаю, как вы работаете со своими кандидатами. И тогда, значит, ты сможешь покупать эту продукцию со скидкой. И точно так же для тебя будет открыт весь ассортимент продукции. Ты можешь так же эту продукцию и продавать. То есть будешь зарабатывать разницу в 30% на продаже по сравнению с розничной наценкой. И это тоже мне сказали. Но, вы знаете, на самом деле, я думаю, что многие люди, слушая маркетинг-план, наверное, все-таки всегда сначала, когда первый раз слушают план, все-таки видят себя зарабатывающими деньги здесь, правда? То есть в роли как бы активных людей, в роли строителей сети. Многие это предполагают на первой встрече, но многие ли соглашаются стать? Вот вопрос, правда? И поэтому, когда мне сказали, что ты можешь стать активным, независимым предпринимателем, можешь развивать активно свой собственный бизнес, можешь зарабатывать деньги здесь хорошие, можешь делать карьеру, идти по карьерной лестнице, и тогда, конечно, конечно, хочется зарабатывать деньги, конечно, хочется двигаться по карьерной лестнице, конечно, хочется изменить свою жизнь, конечно, хочется какую-то осуществить свою мечту. И поэтому я думаю, что у каждого сначала где-то в подсознании, возможно, зарождается желание быть активным партнером. И вы знаете, я всегда рекомендую, когда занимаюсь со своими партнерами, со своей группой, я всегда рекомендую им обязательно вот эти основы старта, когда кандидат выбирает то, что ему наиболее выгодно писать именно тогда, когда вы читаете человеку план по продажам и маркетингу. Вот вы читаете план, и не забудьте, в конце можете табличкой, можете просто написать, как здесь 1, 2, 3, именно то, что человек может выбрать здесь, в этом предпринимательстве. Как вы считаете, какая наша цель, когда мы спонсируем человека? Наверное, эти три категории, правда? Либо клиент, либо покупатель-продавец, либо активный партнер. И поэтому человек должен унести с собой это на бумаге. Вы слышали, что говорила Мария Шлейфер? Он верит в то, что он видит. И поэтому мы всегда советуем и рекомендуем, с одной стороны, писать план по продажам и маркетингу, а с другой стороны, три категории участия человека в этом предпринимательстве. Это помогает и очень сильно облегчает вторую встречу. Когда вы можете позвонить своему кандидату, и обычно же это как бывает, да? Мне некогда, я не могу сейчас встретиться, давайте созвонимся через неделю. Обычно говорят нам, правда, наши кандидаты. Но вы можете сказать, хорошо, мы обязательно встретимся с тобой, но мне интересно, что ты выбрал из этих трех направлений, о которых мы с тобой говорили на первой встрече. Он говорит, какие три направления, я ничего не помню, да? Возьми, пожалуйста, ту бумажку с планом по продажам и маркетингу, которую я тебе рисовал, и посмотри, там на обратной стороне есть три пункта, три способа участия твоего в этом предпринимательстве. Что ты можешь мне сказать по этому поводу? И человек невольно начинает выбирать что-то одно из трех. Ведь там не написано пункта, я не буду строить это предпринимательство. Правда? Поэтому он выбирает что-то из трех. А наша цель что-то из трех. И поэтому я всегда не понимаю тех людей, которые своей целью ставят просто подключить человека на первый и второй стартовый набор, на 15 баллов, да? И потом просто забыть о нем. Мы просто начинаем с вами вести такую, знаете, как сказать, игру подключения людей. Подключение, подключение, подключение людей. Но это не всегда работает, потому что с этими людьми надо продолжать. А продолжать нужно именно на основании того, что человек здесь может выбрать. Поэтому если человек вам сказал по телефону, я хочу быть просто клиентом и покупать хорошую продукцию за стопроцентную стоимость, то тогда что? Вы прекрасно знаете и будете готовы ко второй встрече. Правда? Вы принесете с собой прайсы для клиента, вы принесете с собой каталоги для клиента, вы принесете с собой продукцию, которую вы и мы продемонстрируете, вы проведете с ним хорошую презентацию, вы будете готовы работать с этим человеком до второй встречи. И человек уже не будет мучиться сомнениями, что же вы будете ему на этой второй встрече говорить. Правда? Он определился. Если это уже не произошло при первой встрече, конечно. Если человек выбирает категорию покупатель, продавец и получает возможность пользоваться продукцией за 70% стоимости, либо продавать и получать розничную наценку, то есть иметь малую модель этого бизнеса, то в этом случае, конечно же, вы возьмете с собой договор, вы возьмете с собой каталоги, вы возьмете с собой бланк заказа, вы возьмете с собой все то, что нужно будет по продукции продемонстрировать этому человеку и, естественно, подпишите, сделаете подписание договора и составите заказ. И составите заказ обязательно не на 15 баллов, потому что если человек решил пользоваться продукцией, однозначно он выберет гораздо большее количество продукта. Правильно? Не на 15 же баллов просто вы его подключаете в бизнес-амбэй. И поэтому вы должны правильно строить свою работу на второй встрече в зависимости от того, как же здесь стартуют. И если человек вам говорит, что на самом деле я очень хочу быть активным партнером, я хочу строить сеть, я хочу иметь этот бизнес, я хочу изменить свою жизнь, то тогда в этом случае вы кроме договора, подписания договора, вы еще ему дополнительно предлагаете возможности обучения нашей системе, предлагаете возможность купить, приобрести обучающие материалы, билет на ближайшие мероприятия, потому что если вы будете готовы тратить время на этого человека, то тогда непременно этому человеку тоже нужно будет что-то сделать для этого, именно то, что обозначено в основах старта. Вы знаете, когда меня спонсировали в этот бизнес, я естественно хотела быть активным партнером, я естественно хотела зарабатывать здесь, у меня не было другой возможности, я хотела изменить свою жизнь, но как только мне мой спонсор сказал, что нужно будет купить диски обучающие, первый набор для новичка, стартовый набор, который определяет обучение пошаговое, мне сказал спонсор, что нужно приобрести билет на ближайшее мероприятие, естественно я сказала, что у меня нет денег, правда, у меня нет времени поехать на этот семинар, а можно будет в следующий раз поехать, потому что я сейчас не могу, и вы знаете, что мне ответил мой наставник, она сказала, ты знаешь, извини пожалуйста меня, но ты сама выбрала категорию активный партнер, это не я выбирала за тебя, ты это сделала, и когда ты являешься активным партнером, это значит, что я буду приходить и тратить свое личное время для того, чтобы тебе выстраивать твою первую линию, работать с твоими людьми, для того, чтобы тебе помочь начать строительство твоего бизнеса, вы знаете, вам говорили так ваши спонсоры? Нет? А мне сказали, и сказали это в первый день, когда я пришла в это предпринимательство, за что я каждый день благодарю сегодня их, потому что это был правильный старт, меня никто не стал одевать на меня розовые очки, говорить, что здесь ничего не нужно делать, говорить, что здесь все мы сделаем, и мы тебе поможем, и все мы сделаем за тебя, и у тебя все получится, и тебе не надо учиться, потому что мой наставник был настоящим тренером, и поэтому не стал жалеть меня, не стал разводить здесь какие-то непонятные вещи, и сразу сказал, что этот человек от меня ожидает в ответ за то, что потратит на меня свое время. Вы знаете, это, ребята, наверное, стоит говорить, потому что когда мы встречаемся со своим кандидатом в жизни, что мы ожидаем от него? Я спонсирую человека, что я от него ожидаю? Что это будет партнер, такой как Мария Шляйфер, например. Правда? Когда вы каждого кандидата, вы верите в него? Конечно, вы верите. Вы очень хотите, чтобы это был такой сильный партнер. Вы ожидаете от него этого. Вы воодушевлены. Вы все-таки верите. Вот он, вот, наконец он пришел. Вы подписываете его на первый, второй стартовый набор, и считаете, что он будет очень сильным, очень умным, очень здесь продвинутым, он будет бриллиантом и так далее. А что партнер, которому вы не говорите об основах старта, ожидает от вас? Скажите, пожалуйста. Он ожидает то, что вы ему сейчас выстроите бизнес, да? Он будет зарабатывать деньги, он будет хорошо себя чувствовать здесь, а вы ему должны по жизни будете строить это, помогать это, а он в ответ ничего не должен делать. И когда вы ожидаете, что ваш кандидат вдруг ни с того, ни с сего так замотивируется где-нибудь, когда он по телефону в первый же день расскажет кому-то об этом предпринимательстве и услышит то, что он услышит, правда? Вы верите в то, что он бросит смотреть свои сериалы? Вы верите в то, что он побежит сразу же строить этот бизнес сам? Вы же от него ожидаете это. И поэтому эти ожидания не всегда оправдываются. И бросила смотреть сериалы только Эльнара. Вы слышали, да? Она тоже их любила смотреть. Но 80% кандидатов не бросают смотреть семинары. И не бегут читать маркетинг-планы. И не бегут в эти залы учиться новому предпринимательству. Вот в чем проблема. Поэтому ваши ожидания, если вы их быстрее выразите в словесной форме своему кандидату, то тогда вам будет более понятно, тогда меньше времени вы потратите впустую. И тогда вы сможете правильно распределить свое время. Не надеясь на того человека, который не будет строить этот бизнес, вы будете спонсировать снова и снова и снова новых кандидатов. Это позволит вам всегда находиться в динамике, всегда строить свой бизнес. Не останавливайтесь, всегда спонсируйте. Не нужно надеяться ни на кого, потому что надежда здесь только на самого себя. Если ты движешься, то движется твой бизнес. Если ты перестал двигаться, то тогда твой бизнес терпит не совсем хорошие времена. И поэтому, когда мы с вами работаем с клиентами, с потребителями, мы с вами определенную работу проводим, о которой я уже говорила, которая предполагает именно работу с продукцией, которая предполагает работу с презентациями, которая предполагает информирование ваших клиентов, ваших потребителей и продавцов, о различных показах, презентациях, тренингах, о том, чтобы показать, как работает онлайн обучение в компании. Помогаете составлять и обучаете составлять заказы. И планируете какую-то дальнейшую работу, тоже не оставляете без внимания этих людей, потому что ваши клиенты, это ваши 100, 200, 300, 500 баллов личного оборота. Они всегда помогают вам иметь эти личные баллы. И ваши клиенты останутся на всю жизнь с вами, если вы научитесь правильно, грамотно, с душой их обслуживать. Если вы научитесь составить картотеку или тетрадь, куда вы вносите своих клиентов с указанием их фамилии, телефона, их семьи, дней рождения, различных семейных праздников, в преддверии которых вы будете с ними общаться. Точно так же потребители и продавцы, которые должны быть информированы обязательно о скидке 423 рубля за 100 баллов личного оборота при подключении, потому что это интересно людям. Люди хотят экономить, люди хотят выгоду получать от того, что они пришли сюда. О программе индивидуальной поддержки бизнеса и о тренингах. И когда вы подключаете, наконец, активного партнера, то вот здесь очень вынимательно, я уже сказала и говорила, что когда вы помогаете заключать договор, информируете также о скидке, о программе поддержки бизнеса, о времени и месте проведения обучающих мероприятий, презентации, тренинг по продукции, открытый маркетинг план, бибиэс и уикенд семинар. Это очень важно, потому что ваш активный партнер всегда должен обучаться, он должен быть в вашей команде, он должен стать частью вашей команды. Он не просто занимает позицию, количество людей, которые пользуются продукцией, он составляет часть вашей команды. И это очень важно, ребята. Ваша цель – предложить обучающие материалы, билет на ближайший семинар и запланировать, естественно, с ним дальнейшую работу, когда уже вы начинаете проводить встречи с кандидатами активных партнеров. И вот я всегда говорю, берегите свое время, знайте ему цену и тратьте свое время только на тех людей, которые действительно бросили смотреть сериалы. Обратите внимание на таких партнеров. Я в свое время, когда пришла в этот бизнес, я тоже перестала смотреть сериалы. Я тоже их любила, я тоже много времени проводила дома. И мне говорили мои наставники о том, что если сейчас ты не поймешь, что сегодня это твоя профессия и что ты должна учиться, что ты должна получать знания, то тогда не получится у нас серьезного движения по этому предпринимательству. Тогда я не смогу тебе помочь создать твою команду. А мне очень хотелось иметь команду, и мне очень хотелось иметь этот бизнес в своей жизни. И активный партнер, конечно, у него чуть больше затрат, чем у покупателя, продавца. Хотя, кто знает, может быть, покупатели, продавцы будут покупать большое количество продуктов. Но активный партнер покупает еще и обучающие материалы и билеты на мероприятия. Вы знаете, когда вы работаете со спонсором вместе, то, конечно же, нужно понять, что у этого человека гораздо больше опыта, гораздо больше знаний, гораздо больше настроя. Потому что мне, мои наставники, никогда не позволяли управлять ими. И если я говорила, что я не буду делать то, другое или третье, то они в ответ находили аргументы того, что тогда они не смогут отдавать мне свое время. Тогда они не смогут сделать и построить со мной то, что написано в плане по продажам и маркетинга. То есть я буду должна распрощаться со своей мечтой иметь это предпринимательство. И результатом работы спонсора и партнера в первые месяцы назначение встреч с кандидатами, проведение этих встреч, оно тоже очень важно, потому что можно же провести 20 встреч за месяц. Согласны? Можно за месяц провести 20 встреч? Можно. А можно их провести за год? Можно? Можно. Можно провести за два года 20 встреч. И поэтому график проведения встреч, он тоже обозначен здесь. Мы начинаем примерно с двух встреч в неделю, но это наше предложение как спонсоров. Потому что я предлагаю активному кандидату всегда, если ты готов делать активный бизнес, мы можем каждый день проводить планы. Правда? Почему два раза в неделю? Кто сказал это? Кто это сказал? Если ты готов дать свой список, я могу тебе помочь выстроить твою фронтовую линию, я могу тебе помочь начать уже строить с тобой твои глубины, но только если мы каждый день будем с тобой проводить встречи. И когда ты садишься с кандидатом один на один, обязательно не забудь предложить ему быстрый темп развития этого предпринимательства. Потому что все будет зависеть от того, кто перед тобой сидит. Ведь нам очень важен тот человек, который придет сюда, тот человек, который будет большим здесь. И большому человеку нужно предлагать хорошее, сильное начало, сильный старт. И я была готова к хорошему старту, потому что мне было интересно здесь. Мне было интересно здесь обучаться, мне было интересно здесь общаться. И когда я не знала ничего об этом бизнесе, мне казалось, я не такая. Мне казалось, у меня это не получится, мне это не нужно. Это совсем не то, что я хотела в своей жизни. Но когда меня подталкивали к активной работе, я все-таки в результате поняла, что этот бизнес кто-то специально для меня придумал. И сразу же, когда мы начали активную работу, и когда мои наставники помогали выстроить мне мою первую линию, когда помогали мне обучаться, когда помогали мне осваивать вот эти азы, основы ведения своего собственного бизнеса, мне объявили о том, что, естественно, они ожидают от меня дальнейших каких-то ступеней, дальнейших каких-то совершенствований. И не просто так они будут ходить и читать ко мне бесконечно маркетинг-планы. Они сказали, что, естественно, за некоторое время, которое они проработают у меня в бизнесе, для того, чтобы, значит, вот эти навыки мне подарить, чтобы я могла их обрести, чтобы я могла научиться читать план по продажам и маркетинга, чтобы я научилась обращаться с продуктом, чтобы я научилась проводить презентации, чтобы я поняла, как запускать партнеров в это предпринимательство. Я должна буду тоже научиться всему этому за определенный период времени. Мне дали один месяц и сказали, за один месяц нужно будет научиться читать план по продажам и маркетинга. Вот скажите, пожалуйста, кто боится читать план? Есть такие? Ну поднимите руки-то! Боитесь! Вы знаете, на самом деле я никогда не боялась читать план. Я не боялась никогда публичных выступлений. Никогда. Но я столкнулась с очень серьезной проблемой. Этого очень боялись мои партнеры, которые пришли ко мне в мой бизнес. Есть у вас такое? Конечно! И мне мои партнеры говорили, я не могу говорить перед публикой, я боюсь, я все забываю, я, значит, у меня давление подскакивает, что-то еще там со мной происходит. Заболевали люди, просто заболевали. И поэтому, вы знаете, я лояльно достаточно относилась к ним, но к себе относилась очень строго. Вы знаете, я первый раз попробовала читать маркетинг-план через два дня после того, как сама его услышала. А что бояться? Если вы ожидаете, что за вас кто-то будет это делать всю жизнь, то тогда я думаю, что он за вас будет и деньги тогда получать. Так ведь? Не нравится вам, да? Потому что вы не хотите быстро быть самостоятельными. А вот лично для меня это было дело чести. Как можно быстрее пойти и прочитать маркетинг-план. Мне мои наставники выстроили несколько человек на фронт, и это было делом моим чести, пойти к ним уже читать маркетинг-планы. И очень быстро, я сделала это очень быстро, и я не понимала, почему же люди никак не могут решиться на свои первые выступления. И чем быстрее ты начинаешь считать свой план, тем быстрее, сто процентов, начнется твой собственный бизнес. И я всегда говорю, не бойтесь ничего. Если вы поставили целью научиться чему-то новому, учитесь, практикуйте. Здесь прекрасная возможность совмещать теорию и практику. Здесь прекрасная возможность иметь наставника, который будет с тобой все эти первые дни. И, естественно, через какое-то время я ожидаю от человека, от своего кандидата, к которому хожу и строю фронтовую линию, которому помогаю, которого обучаю, что он перейдет на следующую ступень и будет строителем бизнеса. И я себя никогда не тешила иллюзиями, что строитель бизнеса у меня получится из просто покупателя. Правда? Когда человек не обучается, очень трудно его сподвигнуть на такую самостоятельность. Для того, чтобы презентовать бизнес-возможность, не просто продукцию. И поэтому строитель бизнеса, он как-то появился в нашей системе, как бренд-лидермейкерс, я считаю. Правда? Это наша, как сказать, выжимка из того, что мы несколько лет делали в этом предпринимательстве. Это наша, как бы, собранная в одно, в один сгусток мудрость всех бриллиантов, которые работают в лидермейкерс. И эта категория, как бы, строителя, она появилась как наш бренд. И мы считаем, что строитель бизнеса – это именно тот человек, на которого ты будешь опираться в своей сети. Ты будешь опираться. Это тот человек, который в ближайшее время будет серебряным в твоей группе, который в ближайшее время может стать изумрудным в твоей группе. И поэтому мы очень, как бы, подходим к этой проблеме, к этой категории людей очень серьезно. Мы очень серьезно тестируем их. И строитель бизнеса – это тот человек, который обладает несколькими вот такими вот вещами. Они не являются талантами, не являются какими-то достижениями, супер-достижениями. Это просто те шаги, которые, в общем-то, нужно делать в этом бизнесе каждый день для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице. И, к сожалению, не каждый это понимает, к очень большому сожалению. Строитель бизнеса, естественно, это тот человек, который сам самостоятельно уже читает маркетинг-планы. И вот это очень важно, сколько маркетинг-планов ты проводишь в месяц. Вы знаете, когда мы пришли в бизнес, нам рисовали такую схему. Если ты проводишь 20 встреч в месяц, то тогда в результате у тебя будет примерно, по статистике, 2 активных партнера. По статистике, правда? 6 примерно покупателей или продавцов. И ты получишь 12 отрицательных ответов. То есть 12 нет. И когда вы начинаете это предпринимательство, скажите, вы точно знаете, что в первый же день вы получите, да? Конечно, нет. Вы можете получить 12 раз, нет. Можете? Подряд. Конечно. Но до 12 раз уже кто? Кто-то не дотягивает даже, правда? Он уже просто выходит из бизнеса и перестает в нем быть. Потому что, говорит, сюда никто не хочет идти. Я провел 12 встреч за 12 месяцев. Я весь здесь измучился. Весь обучился просто. Заслушался дисками. Так вот, ребят, строитель бизнеса все-таки проводит встречи чаще. И 15 встреч это самое малое, что мы, в общем-то, как бы всегда планировали с моим мужем, когда строили бизнес. Вдвоем мы всегда проводили по 30 встреч в месяц. Особенно, когда набирали темп и когда набирали динамику. И я вам скажу, по-другому не будет. И чем быстрее вы стартуете на такой темп, хотя бы как минимум 15-20 встреч в месяц, то каждый месяц у вас будет прибыльным. Вы будете получать на фронт и активных партнеров. Вы будете получать огромное количество покупателей и продавцов, которые также нужны в этом предпринимательстве и также дороги для вас. И вы будете двигаться быстрее по карьерной лестнице. Поэтому количество встреч это очень важная вещь здесь. И поэтому мы все-таки говорим. Я всегда говорю, 15 планов мало в месяц считать. Мало, ребят. Не смешите. Потому что это бизнес. А бизнесом нужно заниматься каждый день. И в вашем блокноте, в вашем ежедневнике только тогда не будет ни одного свободного дня, когда вы наработаете большое количество встреч. Вам люди распишут ваш ежедневник. У вас не будет там свободного места. Поверьте. И этот темп нужно взять. С этого нужно начать. Строитель бизнеса является стопроцентным потребителем продукции. И это вполне нормально. Правда? Потому что, когда мне принесли продукт домой. И вот тут тоже был правильный старт. Я подключилась примерно на 200 баллов. Сразу же взяла домой продукта. Потому что мне очень нужен был этот продукт. Он тоже решал проблемы аллергии в нашей семье. Он решал проблему экологии в нашей семье. И мне очень хотелось все это иметь. И вы знаете, мои спонсоры пришли и тут же мне вскрыли все бутылочки. Развели все мне эти флакончики. Все мне поставили и сделали правильно. Для того, чтобы я сразу же смогла оценить, смогла увидеть в действии эти товары. И я практически всю ночь после этого пробовала продукт. И была в полном восторге после этого. И не нужно много времени, чтобы изучать продукт, когда ты им пользуешься. Тебе очень легко о нем будет говорить даже на следующий день. Правда? Это же удовольствие пользоваться нашим продуктом. И проводить презентации, в которых я тоже начала участвовать практически на второй или на третий день после того, как пришла в этот бизнес. Потому что меня переполняли чувства, эмоции. Я была очень мотивирована этим продуктом. Мне хотелось о нем говорить. Мне хотелось говорить о нем всем. Потому что это было здорово. И если человек не может сказать о продукте, я только могу сказать одно. Тогда значит он им просто не пользуется. Значит это все неправда. И строитель бизнеса, естественно, это просто человек, который предан продукту. Естественно, что строитель бизнеса участник программы 100 личных баллов. Но строитель бизнеса всегда гораздо больше делает личного оборота. Я не верю, что только 100 баллов. Я думаю, что минимум 300, 400 и 500 баллов делают строители. Потому что у них огромное количество и клиентов, и покупателей за счет того, что они проводят очень много встреч, ребята. Не может быть 100 баллов. Обязательно больше. Если вы строитель бизнеса, то, естественно, вы должны овладеть основами старта. То есть проводить правильный запуск ваших партнеров. И, ребята, чем быстрее вы сами себя запустите в бизнес, чем быстрее вы сами возьмете правильный старт. Потому что я уверена, очень многие еще даже не взяли тот правильный старт, о котором мы сегодня говорим. Тем быстрее вы начнете обучать этому людей. Тем проще вам будет понимать, как строится этот бизнес. Строитель бизнеса принимает участие сам и продвигает билеты на все мероприятия содружества. Вот вы знаете, как с самого начала было заведено. Когда я присутствую вот на таком мероприятии, да, я иду и покупаю билет на следующее мероприятие. Для себя я иду и покупаю билеты на следующее мероприятие для своих партнеров. Почему? Потому что если ты растишь команду, то ты должен понимать, что твоя команда будет более сильной, более успешной, более эффективно будет работать. Если она будет иметь в своем составе большое количество обучающихся людей, собрать команду, которая будет обучаться, которая будет привержена обучающей системе содружества, которая будет привержена компании и которая 100% с которой мы будем двигаться дальше. И моя задача не только самой зарабатывать, а еще и поднимать людей. То есть став строителем бизнеса самому, нужно обязательно потом продвигать это признание дальше, продвигать эти признаки строителя дальше, для того, чтобы у тебя была опора в твоем бизнесе. Вчера с удовольствием я слушала истории успеха, и я могу сказать, что я выросла только на историях успеха. Я слушаю, и я человек эмоциональный, я пропускаю через свое сердце все истории, и они очень трогают меня, мотивируют, они заряжают и дают невероятное количество просто энергии. И вы прекрасно знаете, что в ваш бизнес приходят разные люди, и очень многие даже не являются предпринимателями еще в своих сознаниях. Им нужно переработать свои мозги, для этого нужно время, для этого нужно присутствие на всех мероприятиях. Я всегда говорю, если ты пришел на мероприятие, у тебя всегда есть шанс построить этот бизнес. Даже если ты в пятый раз пришел один, все равно есть шанс. Строитель бизнеса всегда очень трепетно относится к тому, насколько продвигаются в его группе обучающие материалы. Потому что понимает, что мотивация нужна каждый день партнерам. Потому что и он сам, и его партнеры каждый день слышат, нет, 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 это не работает. Этот бизнес уже все это он устарел, продукты не работают и так далее. Мы слышим нет каждый день. Нам нужно огромное количество энергии, чтобы оставаться в форме, чтобы оставаться в тонусе, чтобы вырабатывать огромное количество самомотивации. Это очень важно. Потому что негатив, ребята, это очень-очень плохо в этом предпринимательстве. Негатив убивает, негатив парализует, негатив дает неверие ни в себя, ни в людей, ни в бизнес, ни во что. От него надо избавляться, с ним нужно бороться. Каждый день. И это и есть наша работа с вами. Вы понимаете, как у нас работа интересная? Поднимать себе настроение каждый день. Правда? Вы знаете, какое огромное количество обучающих материалов сегодня в Содружестве. И я думаю, что после этого уикенда еще добавится такое же количество замечательных просто выступлений руководителей, которые каждый день на местах будут с вами. И, естественно, строитель самостоятельно подключает на фронт или в глубину минимум четырех кандидатов в месяц. О, это самое трудное, правда, что мы с вами имеем. Скажите, самый пункт преткновения, да? Я вот все имею, все семь пунктов, а восьмой нет. А почему? Вы понимаете, что у нас совершенно заниженные нормы. А кто-то говорит, надо снизить. Знаете, если бы я говорила своим спонсорам, что надо уменьшить здесь, нужно не идти туда, нужно не проводить тут, нужно не так здесь говорить, то вряд ли что-то из меня когда-нибудь бы получилось. Но поскольку я человек обучаемый, поскольку я открыт для информации, потому что мне очень нравится учиться, и мне очень нравится учиться у тех, кто уже имеет результат, а эту возможность нам дают такие мероприятия, эту возможность нам дают общение со спонсорской линией, эту возможность нам дает обучающая система, содружество, лидермейкерсы, шварц, вы знаете, будьте проще, будьте открыты для знаний, не говорите, что вы все знаете, не говорите, что вы все умеете, потому что на самом деле это неправда, неправда. И я очень хочу, чтобы вы захотели стать строителями бизнеса, потому что строитель бизнеса действительно достигает в этом предпринимательстве карьерных шагов, достигает того момента, когда может пойти по сцене не только от того, что он делает 100 баллов личного оборота, он может пройти по сцене как 3, 6, 9 процентов, как новый базовый клуб, как новый лидерский клуб, о которых будет много очень завтра говориться, как новый эксклюзивный клуб лидермейкерс, как новый жемчуг, как новый рубин, как новый изумруд. Это идет от категории строителей, ребята. И если вы поставите себе цель как можно быстрее, взяв правильный старт и став строителем, вы возьмете себе поставить эту цель и выйдете на сцену как новые строители бизнеса, то поймите, что у вас появится очень большая перспектива быть большим в этом предпринимательстве. Потому что когда-то и мы с Володей начинали этот бизнес как просто активные партнеры, потом как строители, а потом уже и дальше. Но все начинается с малого. И поэтому я вам говорю и желаю, пожалуйста, вы все замечательные, классные, прекрасные люди, хорошие люди. Вы пришли сюда уже взрослыми. Вы понимаете, мы должны с вами учиться. Мы должны с вами овладевать вот этими секретами под названием техника построения бизнеса. Мы должны с вами учиться быть мотивированными. И только тогда мы добьемся здесь больших результатов. Потому что мы с вами хорошие люди. А хорошие люди должны финишировать первыми, ребята. Будьте бриллиантами. Спасибо, я вас люблю.